Антон Шарапов Антон Шарапов Антон Шарапов Антон Шарапов Антон Шарапов уберет дождемся сейчас он может стать и не убрать роман вот он вот он попался два раза но получается что я не могу захватить голову то есть внутрь модели потому что объектив он фиксированный если две модели сделать получается мне надо отойти очень далеко я каш попробую на самом деле очень тяжело ты фотографируешь на автомате или ручная нет конечно ручная получается автомат автомат очень хорошая штука автомат очень хорошая штука если на автофоткать потому что же есть вопрос к чему не выходит не получается потому что машина думает за вас если много солнца соответственно она вам сделает более контрастную картинку а вам нужно сфотографировать например стрижку менее контрастную мы по моему в Краснодаре фоткали я не помню амбассадора вашего ну короче все в том что был приглашенный фотограф и ей было очень тяжело сделать потому что она не понимала специфику все я понял это просто фотограф да это просто фотограф мы на плакат делали да 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 в итоге все получилось хорошо но есть определенная специфика а это получается у нас с портретами и если ты выйдешь сюда и покажешь если человек занимается какими то ну например вот людей которые здесь и вот можешь развернуть показать что здесь с портретом ловить с портретом нечего то есть мы можем сделать просто тестовый кадр и вот все что будет поэтому портреты очень хорошо если ты работаешь со штатива если место позволяет вот кстати Игоре я могу сейчас на портрет сфоткать вот здесь получается вышло хорошо но приходится конечно потрудиться то есть таких кадров скорее всего много мы не сможем сделать получается это она получается но это и слог у нас получается здесь он обесцвеченный чтобы картинка была подготовленная смотрите люди фирменные это вот фирменный фильтр так сказать Антона Шарапо у него нет 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 это просто серая получается картинка без всего собственно которую мы обработаем и получится уже совсем другой результат но в целом я примерно такие штуки люблю и сейчас для примера мы с вами подключим ширик и посмотрим что в этой же локации можно сделать по другому так уж случилось что мне приходилось снимать портреты и портреты я люблю и действительно мне нравится снимать и животных и все все что связано с портретами сколько я не пытался снять пейзажи или что-то в этом духе я мозгами вообще не понимаю как это делать на это надо отдельно учиться они не доставляют мне вообще никакого удовольствия но портреты нужны и например sony 18 105 в целом мне иногда не хватает казалось бы здесь тоже есть 105 да это есть и 45 и 50 и 80 миллиметров можно настроить как угодно но здесь такая резкость и такая диафрагма f1 4 что действительно ну получается все супер резко например на барбер коннекте рова отфоткал свою модель с этим объективом и пишет мне чувак а чего у тебя за фотоаппарат стандартный вопрос я говорю ну а он пишет не что за фотоаппарат а есть ли в моем фотоаппарате система стабилизации я говорю так и зачем тебе это вообще нужно он говорит ну резки очень снимки очень резкие получились очень классно я говорю что дело не фотоаппарате дело в этой стекляшке f1.4 супер резкое стекло эквивалентом получается как будто я купил себе портретный объектив 45 миллиметров вообще опять же сам рома сказал что раньше фотоаппарата когда давно-давно делались они уже были со встроенным объективами то есть нельзя было менять и зачастую они уже шли 45 миллиметров то есть 45 миллиметров это такое это нормально то есть вы получаете объемную картинку но в целом не совсем такую объемную короче портретом не фотографировать можно супер резкий если где-то произойдет какой-то косяк в плане того что например я фотографировал собаку и возможно лицо или что-то упала в тень то есть и за счет резкости и за счет всего во первых сами объекты получаются ну классные да прям максимально резкий во вторых эту тень можно спокойно достать то есть прям и ничего у тебя картинка не разваливается то есть фотоаппарат объектив резкий все что связано с барбер коннектом я сказал что конечно с ним делать нечего то как сказал один мой товарищ когда я рассказал эту историю он сказал захотел бы сфотографировал но пришлось бы суетиться и пришлось бы напрягаться всех расталкивать горячеваки давайте там я сейчас фоткаю или простите извините мне надо можно сделать но это доставило бы массу трудностей но можно если у меня неспешная какая-то жизнь я готов подойти к объекту подальше поближе объектив фиксированный то классно получается все это очень круто это по поводу фото если по поводу видео есть существенный недостаток что внутри объектива нет стабилизации и поэтому даже на стадикам гимбале я не знаю видно тряска придется вам собирать какую-то большую штуку в виде обвесов чтобы фотик стал очень тяжелый чтобы он превратился в камеру чтобы из негативной тряски такой прям как будто алкаш снимает превратить это в приятную тряску так как так мы снимали проект например с компанией dapperden russia и получилось очень здорово картинка сама изумительная просто потрясающе красилась она легко и действительно если вы снимаете к примеру видео со штатива у меня есть видите за мамой за моей спиной там стоит штатив снимаете например стрижки потрясающе какое-то интервью просто супер картинка четко и резко ману свет нужно ставить но в целом если будут какие-то вопросы их можно решить с помощью объектива частично и покрасить и все и будет просто потрясающе и очень красиво но надо учитывать что там нет стабилизации в плане видео классно опять же если мы берем возможность поснимать видео с рук то есть поставить на камеру снимать чем больше фокусное расстояние то есть грубо говоря 80 миллиметров 50 с рук снимать уже довольно таки тяжело потому что все тряска получается чем расстояние меньше это широкоугольные тем у вас меньше все трясется если вы возьмете go pro там обычно очень широкий угол и и тряски меньше даже без стабилизации и будут принципе меньше так что сигма покрывает определенные задачи достоинства резкая картинка светочувствительность обработка фотографий картинка видео просто потрясающие недостатки нет системы стабилизации так я вспоминаю какие еще могут быть недостатки нет системы стабилизации с рук вы тоже не можете поснимать даже если с гимбала будете снимать системы какой-нибудь стабилизации электронной тоже ничего скорее всего не получится автофокус здесь кстати потрясающий да и наверно все и могу сказать что есть ограничение конечно то есть в каких-то условиях типа этих там снять всю комнату не получится если поставлю сейчас портретный фотоаппарат то моя голова она будет примерно так но это пространство все уберется то есть надо понимать это все и тогда будет потрясающий с этим объективом кстати я люблю его нацепить и пойти просто гулять куда-нибудь и вообще потрясающе